Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси, вы смотрите передачу Хорошие танки, на которых стоит поиграть, выпуск 2 И для начала я хотел бы посоветовать вам ПТ-САУ 9 уровня Waffentrager Aufpz4 Превосходная машина, когда я ее проходил Я очень радовался, потому что действительно тут классное Пробивное, точное немецкое оружие, которое позволяет наносить Огромное количество урона К тому же тут просто читерская маскировка Можно встать там в пустик и не светиться, даже если противник находится рядом К тому же мне очень понравилось то, что у Waffentrager есть башни Это очень удобно, можно довольно быстро развернуться Хоть и скорость поворота башни не самая лучшая Но сама ПТ-шка вращается довольно быстро И поэтому с этим нету проблем Можно быстро там развернуться и дать шот по противнику В которого вы даже и не целились изначально Ко всему прочему, мне понравилась одна из фишек этой ПТ-САУ Это то, что если вы смотрите вправо или влево, ну или назад То углы вертикальной наводки становятся сразу же лучше То есть вам гораздо удобнее стрелять на неровные местности Например, на всяких холмиках И лично я это очень часто использовал Классная фича Ну и также есть тут хороший обзор 410 метров То есть это ПТ-САУ еще и светит Вдобавок у Waffentrager есть неплохая скорость и маневренность Как для ПТ-САУ Поэтому вы можете вовремя занимать интересные позиции Или наоборот отступать в укрытие Ну и также есть два великолепных орудия на выбор Одно имеет огромный альфа-страйк 750 единиц Но плохое пробитие, поэтому там приходится тратиться на голдовые снаряды Но мне больше понравилось орудие 12,8 см Оно довольно точное 0,33 разброс Небольшое время сведения 2,86 это еще учитывая то, что тут хорошая стабилизация И к тому же в основном уже сведены, когда противник появляется Также есть большой альфа-страйк 560 единиц Конечно, он уступает, например, объекту 704 Но это компенсируется ДПМом и точностью Ну и, естественно, пробитие тут тоже отличное 276, что позволяет шить противников без каких-либо проблем Я даже неплохо фармил на вафле Ну и, разумеется, вафентрагер АУ в ПЗ-4 имеет слабое бронирование Мягко говоря Его, можно сказать, почти что нету Рубка открытая И любой фугасный снаряд наносит всегда туда максимальный урон Поэтому на вафле в основном приходится играть очень аккуратно Выбирать засадную тактику Выжидать врага И потом расстреливать его издалека И к тому же вас еще и сложно будет засветить Потому что ПТ-САУ очень незаметное Ну и, конечно, такая тактика не всем будет по нраву Многие скажут, что это скучно Но, тем не менее, я, когда играл на вафле Я спокойно мог выжидать врага Потому что я знал, что потом я смогу его разнести в пух и прах Дальше я хотел бы вам посоветовать Американский тяжелый танк 7 уровня Т-29 Один из самых моих любимых танков в игре Мне он очень нравится И во многом это благодаря углу вертикальной наводки вниз Он просто превосходен Позволяет отлично стрелять из-за всяких холмиков То есть вы можете высовывать лишь одну башню И удобно стрелять по врагам Если вы грамотно танкуете башней То этот танк вам очень понравится Само собой, башня у Т-29 весьма крепкая Естественно, есть слабые места Но выцелить их будет сложно Если вы будете двигаться Также у Т-29 есть хорошее орудие С пробитием в 198 на 7 уровне Это отличный результат Также есть неплохой альфа-страйк 320 Правда ДПМ у танка не самый высокий Но в целом неплохой Бесспорно, есть у этого орудия Значительный недостаток И заключается он в том, что тут большой разброс 0,42 на 100 метров Поэтому стрелять на дальней дистанции Не всегда удобно Но есть зато Быстрое время сведения Всего 2,3 К тому же есть хорошая стабилизация Поэтому на средних дистанциях Т-29 отлично поражает цель В целом орудие довольно мощное Для своего уровня Хотя в основном оно подходит Для средних дистанций Радует быстрое сведение И отличное пробитие Что касается скорости То у Т-29 она приемлемая В большинстве случаев В умелых руках Этой скорости хватает Кроме того стоит отметить Достойный обзор для этого уровня 380 метров Ну и переходим к главному минусу Этого танка Это конечно бронирование корпуса Оно довольно слабенькое 102 миллиметра лоб корпуса При этом наклон там плохой И поэтому нас пробивают туда с легкостью 76 миллиметров борта Тоже немного И туда пробивают абсолютно все Из этого следует Что на Т-29 нужно играть от башни Нужно постоянно прятать свой корпус За холмами, камнями, развалинами И так далее Это залог успеха на этом танке При этом нужно постоянно двигаться Чтобы врагам сложнее было выцелить Слабые места В целом танк шикарный Я лично его просто обожаю И советую его всем И на этом все друзья Спасибо огромное что вы смотрели Надеюсь данное видео вам понравилось Не забывайте подписываться на канал И ставить лайки Желаю вам всего самого наилучшего С вами был Маракаси Пока